МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Торжественные мероприятия в день ВДВ в Петербурге по традиции и стартовали в сквере легендарного генерала армии Василия Маргелова. Десантников, ветеранов и горожан приветствовал губернатор Александр Беглов. Глава города подчеркнул. Ленинградский военный округ – родина отечественной крылатой пехоты. Именно здесь был сформирован первый авиационный десантный отряд. А сегодня бойцы ВДВ с честью защищают национальные интересы страны, хранят верность традициям войскового товарищества и взаимовыручки. Десантники всегда отличались своей храбростью, стойкостью, мужеством. Примером являются честью и достоинством нашей страны и вооруженных сил. В любое время, независимо от погоды, независимо от условий, они всегда готовы прийти и защитить нашу Родину. Сегодня наши десантники также участвуют в специальной военной операции. И воюют они умело и достойно. Почему этот праздник является, наверное, особым для нашей страны? Потому что десантники за всю свою историю существования выполняли роль очень ответственную, очень важную для нашей страны. Это резерв Верховного Главнокомандующего. И привлекались в ВДВ, как всегда, для выполнения наиболее трудных, наиболее тяжелых задач. Продолжилось празднование у стен Петропавловской крепости. Здесь прошла юбилейная уже 10-я акция гвардейцы детям. Ее главными гостями стали ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это проект, который мы начинали уже 10 лет назад. Сегодня у него пытался жить. Его поддержало правительство города Санкт-Петербурга. Поддержал министр обороны Белоусов. Это мероприятие находится под контролем министра обороны и главнокомандующего воздушно-санными войсками Теплинского. Поэтому я считаю, что это мероприятие получило большой отлик и среди наших горожан, нашего города и, прежде всего, конечно, и гостей города. Десантники рассказали школьникам о подвигах российских военных, провели экскурсию по крепости, урок мужества и подарили тельняшки и береты. Десантные войска очень крутые. Я считаю, что это гордость нашей страны и нашему поколению надо равняться на них. Завершилась акция. Вручением благодарственных писем от правительства Петербурга волонтерам, оказывающим помощь детям Донбасса, полуденный залп из пушек Петропавловской крепости, дали почетные гости праздника. Ветеран легендарного 345-го полка ВДВ Александр Геращенко и президент Республики Абхазия Аслан Бжания. Этот праздник отмечается, я думаю, во всех республиках бывшего Советского Союза, потому что воздушно-десантные войска составляли элиту вооруженных сил нашей общей большой страны. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто прошел эту службу, ветеранов, действующих десантников. Праздник, я думаю, носит всенародный характер. И дай-то Бог, чтобы их знания и умения не приходилось применять на практике. Евгений Борисов, Алексей Кривощоков, Екатерина Мельникова, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Евгений Борисов, Алексей Кривощоков, Екатерина Мельникова, Екатерина Мельникова, Новости, Центр把 ее получить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...